Что случилось? Почему журналистов и крестов нет? А что? В смысле? Неинтересно правду показать? Как люди ее крутыми баранами называют? Будьте любезны, что у нас буквально на север 15 минуте. Спасибо, Роман Ильич. Ну, в должности? Юрисконсульт юридического отдела. Я вам поясню, значит, пояснения давались, так как, ну, в общем, поднимались, по крайней мере, и по нашей, по юридическому отделу. Были ли взыскания применены к погибшей, поднимали, отдел кадров тоже поднимал информацию, привлекалась ли она, допустим, за, ну, участвовала ли она там в каких-то конфликтных ситуациях, были ли жалобы на нее, я не знаю, может быть, там, ну, наверное, проводилось, по крайней мере, ну, вот за это могу сказать. А там, что еще, как бы, я являюсь юрисконсультом юридического отдела, и кто-то кому-то угрожает, официально, как бы, претензии в отношении старшей медицинской состры отделения о том, что, вот, в части, как, нарушение ознакомления с графиками, да, недовольство со стороны коллектива. Меня допрашивали в следственном отделе, и были предложены ответы, да, нет, не знаю, поэтому абсолютно точно вам тут не могу ответить на этот вопрос. Да, конфликты есть, да, бывает, точка. Следите, достаточно подробно, мало показаний, вопросов к данному свидетелю нет. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, в труднение, вещи можете оставить на скамеечке. Итак, вызову в качестве свидетелей, восстанавливается ваша личность. Назовите, пожалуйста, вашу промену и мелочь, что это для места рождения. Шевченко, Татьяна. Так, скажите, пожалуйста, даже за слово ваше назовите. Так, где зарегистрированы проживаете? Фактически проживаете? Место работы ваше? Юридическое отделу, бюджетное учреждение Хантамансийского автономного округа Югры, Сургутская клиническая травматологическая больница. Угу, в должности? Юрисконсульт юридического отдела. Образование, ваше семейное положение, ННЖД, детенные лиц, семейство. Итак, будьте любезны, что у нас буквально на секунду 15 снимите. Угу, все, спасибо большое большое. Итак, ваша личность установлена по паспорту. Размер вам ваши права и обязанности. В соответствии с статьей 51-й Конституции Российской Федерации, вы не приняли обязанности лиц против себя самого сухого без препостников. Итак, вам ваши права и обязанности понятны? Да, понятно. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вам подсудимые и потерпевшие? Подсудимые, да, знакомы, а потерпевшие – нет. Вот, это что, компетент? Нет. Скажите, пожалуйста, с родственными отношениями вы состоите с указанной милицией? Нет. В целом, как вы характеризуете ваши отношения, то есть рабочие, дружеские, знакомые? Отношения с кем? Ну, вот с подсудимой и с потерпевшим. Опять же, вы сказали, что вы не знаете? С подсудимой? С подсудимой и рабочие по работе только контактировали. По работе. Благодарю. Итак, неприязненные отношения имеются к указанной милицией? Нет. Не имеются. Благодарю. Итак, в таком случае я предупреждаю вас, что задача, заведомо, можно показать, либо задать задачу показаний, сидит вне связи с ответственностью в соответствии с статьей 37-38-й Конституции Российской Федерации. Итак, уголовная ответственность вам понятна? Да. Будьте, а вы запомните, пожалуйста, подписку, ваше применение имя, отчество и подписку. Итак, подписка свидетелей о том, пожалуйста, государственный объект, власть о... Скажите, вы когда работаете в Республике, в частности, в обществе? С 2003 года. Что происходит в вашей жизни в общем? С составления договоров, учреждения с другими юридическими лицами. Значит, в частности, допустим, я являюсь членом комиссии по проверке рабочего времени, в том числе по доверенности представляю интересы учреждения в гражданском судопроизводстве. Акты составляют, что по итогам проверки выявлены такие факты, кто был, кто отсутствовал в рабочее время. Вот. И затем, значит, составляется письменная... Нет, мне не просто прописали, потому что вы занимаетесь этим? Да. Занимаетесь, в парламентах, в том числе, да? Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, в 2014 году поступали ли какие-то обращения от сотрудников в Республике, в этой больнице, они согласились с действием руководства либо от каких-то людей нарушениях, которые считают, что имеются в учреждении в институте? Как сказать? В осенью 2021 года в учреждение поступило два обращения граждан. Одно было анонимное, без подписи, но указано, что коллектив отделения реанимации. Ни фамилии, ни кто, ничего не было указано, кто им не подписался. А как поступило, когда она обращала? Оно поступило в канцелярию, был присвоен входящий номер. Официально? Ну, и на то, что уходят будут адресы, еще что-то, как можно было дать ответ на обращение? Или, в общем, все, они на Никиты, то реквизитов не было? Если не ошибаюсь, по-моему, оно приходило в пусты, потому что было, по-моему, к обращению приложен конвертик. Какого-то конкретного адреса, там, по-моему, не было указано, то есть, куда можно было бы направить ответ на это обращение. А почему было обращение? Обращение было, точно сейчас не скажу, но примерно, что там какая-то вроде несправедливость по отношению к работникам, отделение, реанимация к сотрудникам. Мастически, с честа. Кто-то конкретно будет привезти на то, что историческое экспортное плацание, в целом, а условия туда ему встраивания нет? Я сейчас затрудняюсь вам ответить. Я точно не помню. Не помню. Вы можете еще обращение поступало? Да, было практически одновременно еще, я не знаю, там разница у них, допустим, сегодня одна поступила, завтра поступила другая. Было еще одно обращение граждан, но там касалось оперблока, что там, значит, кто-то кому-то угрожает в части, там тоже что-то несправедливо относится вроде по трудовой деятельности. тоже, что как бы высказано, недовольство со стороны коллектива, не коллектива, а, по-моему, там конкретно был, женщина писала, что вот у нее такие-то, такие-то есть, как сказать, ну, она считает, что нарушение со стороны администрации, в отношении к ней. Ну, с первого обращения у вас, с первого дела у меня относится. Скажите, есть поступление, ну, как, в принципе, вы это называете, это было обращение, да, 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 да. Какие действия поступило вам, что вы сделали в сессии без обращения? Ну, я сначала не знала, что она поступила, как бы, по, это я чуть позже узнала. После того, как поступило жало, ну, это обращение, значит, по учреждению был издан приказ создать комиссию, значит, не менее трех человек. Я была в составе этой комиссии, член этой комиссии, для того, чтобы, значит, провести анкетирование, то есть письменный опрос сотрудников отделения реанимации, вот, и затем, значит, в том числе провести проверку рабочего времени, также в отделении реанимации, и потом, значит, сведения, которые комиссия, как бы, вот, выявит, значит, предоставить руководству, ну, как, как, довести до сведения, что, что, какие обнаружились факты, подтвердились, не подтвердились, те, что указаны в жалобе, в обращении гражданина. Скажите, у кого на исполнение было обращение, кто-то составлял эти приказы про создание комиссии, может, вам проверка, вот, в эти институты, или кто-то в власти? Нет, я приказы не составляю, приказ был доведен мне под роспись, что я в составе комиссии нахожусь и обязана выполнить какие-то действия. А исполнителям был известен, кто-то, кто-то, застатарная института, у кого на исполнение было вообще? Можно и в юридическом отделе? Кадр? Кадр нет, навряд ли. Возможно, готовила начальник юридического отдела Наталья Задимина-Панецина. Панецина, собственно. Да, да. Получается, за следующим выручить, и кто еще комиссийского отдела? Исполняющий обязанности начальника отдела кадров Краснова Оксана Юрьевна, экономист планово-экономического отдела Моисеенко Ольга Ивановна, представитель профсоюзного комитета учреждения Бибягина Татьяна Павловна. Вы в какой участии проводили проверку школы? Что это, соответственно, у нас были сделаны? Я принимала участие непосредственно, когда проводился письменный опрос сотрудников отделения среднего и младшего персонала, участвовала в проверке рабочего времени, и после того, как было проведено письменное анкетирование, я непосредственно обрабатывала анкеты и готовила проект заключения комиссии для руководителя. Скажите, выглядели когда-то нарушение для привлечения проверки? Нарушение было выявлено то, что в обращении указывалось, что с графиком работы средний и младший медперсонал отделения знакомят не за месяц, как это положено, а бывает, что и позже. Но, как бы тоже, да, эти сведения подтвердились, но было выяснено и то, что это фактически не всегда возможно сделать. Почему? Потому что кто-то, бывает, уходит на больничный или, ну, как бы, не всегда старшая медсестра отделения не успевала, да, вот тут. Когнитивный причин выявлено? Да. Каких-то нарушений нет? Прям нарушений нет? Каких-то причин по режиму правительства в оборудовании практически? Нет, таких нарушений не было выявлено. А было бы только ухудшим, а в свое время были ознакомы с сотрудниками? Вот этот, по крайней мере, момент, да, как бы, подтверждение нашел, но обстоятельства и такие были. Один из выводов было, да, что уникальность была проблема, да? Да. А в обращении по итогам анкетирования какие уходы были отдела? Как выяснили сначала, а как проходило? Отдела проходила, а кто присутствовал? Анкетирование проходило в кабинете начальника отдела кадров. Значит, присутствовал непосредственно исполняющая обязанности Оксана Юрьевна Краснова. Я присутствовала с самого начала, значит, вообще самую первую анкету была предоставлена для заполнения старшего отделения вот Ольге Владимировне Матвичу. Она заполнила ее в присутствии меня и представителя профкомы Бьякиной Татьяны Павловны. Почему сначала дали ей заполнить, что, ну, она тоже как сотрудник отделения, тоже должна пройти обязательно анкетирование. Вот, и с другой стороны, как бы, ну, если человеку понятно вопрос, что не нужно будет менять вопросы в анкете для других сотрудников отделения. И затем уже, значит, было, проводилось в кабинете начальника отдела кадров письменного анкетирования. Значит, приходили часть сотрудников, там человек, я не помню, 4 или 5, значит, им были предоставлены стулья, ручки, анкеты. Вот, они садились, им устно объяснялось, что поступила анонимная жалоба учреждения, и для выявления всех обстоятельств ситуации, значит, принято решение провести письменный опрос, анкетирование. Значит, сотрудники знакомились с анкетой, заполняли. Если у кого-то какие-то возникали вопросы по уточнению вопросов, значит, мы им давали пояснение, вот, они заполняли. Одновременно, значит, сотрудники средний и младший медперсонал, значит, они знакомились, на столе лежал копия порядка проведения аттестации. Они с этим знакомились. Была еще распечатана статья 62 Трудового кодекса, в которой говорилось, что сотрудник может обращаться к работодателю за тем, чтобы получить копии приказов, копии выписки с трудовой книжки, справку НДФЛ, ну, там вот, кому для кредита или еще что-то нужно, что они могут обращаться напрямую к работодателю, и в течение трех дней ответ, справка, либо иной документ ему должен быть предоставлен. Вот. И пояснялось, что при этом обращаться работник отделения может напрямую, значит, в канцелярию писать письменные заявления, вот, его регистрируют, и потом непосредственно передают в тот отдел, где готовится документ, а не, значит, первоначально обращаться к старшей, уже как бы через старшую запрашивать необходимые работники документы. Кроме того, на столе также лежала копия, значит, кодекса этики и поведения работников бюджетного учреждения Сургутская клиническая и травматологическая больница для ознакомления, вот. Вот. И, значит, работник заполнял письменную анкету, значит, расписывался, сдавал, и затем ознакомливался с этими документами. И под роспись ознакомливался, был лист ознакомления, там, четыре графа указаны за каждый документ, и они в каждой графе расписывались. Вот. И, значит, после того, как человек заполнил анкету, расписался в листе ознакомления с документами, он был свободен, и все, он уходил дальше в отделение обратно. Кто же сказал? Скорее всего, что Наталья Владимировна Паницына. Нет? Нет. К приказу, я поясню, когда меня ознакомили с приказом, что я, как член комиссии, должна проводить письменное анкетирование, к приказу был приложен уже опросный лист, то есть форма опросного листа со всеми напечатанными вопросами. А именили были на анкеты? Представляете, с фамилией, имени отчества, в росписи? Ну, мы указывали, что, да, они заполняли фамилию и инициала, ну, или имя отчества, а в конце они расписывались. Скажите, в связи с чем мы все, ну, с новой связи с цифровыми наркотами, кстати, в связи с чем? В чем вы откатились с проблемой? Встрема не берутся, то есть вы все придет, но сейчас вы все с ними знакомы? Конечно. А потому что в обращении анонимном было указано, что, вот, значит, недовольство в сторону, как бы, старшей медсестры отделения, что через нее запрашивают справки, выписки, там, из приказов или что-то по трудовой деятельности, что это очень все долго оформляется, значит, и, да, поэтому разъясняли, что они имеют напрямую обращаться, вот, что, как бы, она не, как сказать, ну, необязательная инстанция в цепочке получения необходимой информации. По анализу, анализ опрошенных, значит, вопросов были, знаете ли вы о, допустим, конфликтах между работниками, там, и старшей, или между работниками и работниками, значит, кто-то отвечал, нет, не знаю, не в курсе, кто-то писал, что, да, конфликты есть, но, как бы, там, какой-то поясняющей информации больше не было, да, бывает, точка, вот, кто-то писал, большинство, как бы, ну, не указывали на это, значит, вопрос, что, знаете ли вы, там, о фактах нарушения исполнительской дисциплины, что кто-то опаздывает, не опаздывает, прогуливает, еще что-то, многие писали, нет, не знаю, вот, знаете ли вы, значит, график работы, как вы работаете, на это, да, все отвечали положительно, утвердительно, да, знаю, да, вот. В жалобе еще было, как бы, претензия в отношении старшей медицинской состреотделения о том, что сотрудники средней, за младшим, не знаю, наверное, средней, должны периодически писать квалификационные, там, тестационные работы, значит, и они, якобы, к ней обращаются за помощью в написании, она им отказывает, вот. И поэтому, тоже, как, вынужденная мера была, что сотрудников отделения повторно знакомили с приказом о проведении аттестации. Почему отвечали на вопрос по анализу, вы начали, именно с конфликтов каких-то? Это тоже было жалобой? Где-то про конфликт начали? Ну, как бы, конфликты, это первое, что, как говорится, вспомнила. А сейчас вот начинаю рассказывать, и у меня вот еще там вспоминают. Я сразу сейчас дословно вам не воспроизведу даже содержание этой жалобы, обращения. Ясно. Знакомили в заключении, да, получился? Да, да, сделала письменное заключение, указывала, что было опрошено письменно столько-то человек, столько-то не было, там, один или три человека не было, но там, кто-то на больничном, кто-то в отпуске вне пределов города, остальные, как бы, были опрошены. Значит, опрос проводился в течение нескольких дней. Нет, я не знакомила. Заключение вы ознакомили? Нет, заключение для руководителя. Я знаю, что по выходу из отпуска начальника юридического отдела, она готовила ответ на это обращение. Единственное, просто я не знаю ее, как отправляли, куда. Скажите, личные аппетиты беседы проводились? По поводу чего? По поводу чего? Вообще, ну, мы не аппетировали личные аппетиты беседы, по поводу его содержать на жалобы в этот день? Нет. А известно было, что вы остались? Нет. А следующие стало, естественно? Ну, мне, по крайней мере, нет. Важные, да? Да, то, что вот я, допустим, была ознакомлена, да, с содержанием всех анкет, выводила там статистические данные, сколько человек там знает, там, положительно, ответительно или там какой-то иной ответ. Но, если честно, вот, допустим, я не поняла по результатам анкетирования, кто писал. Скажите, было ли в данном обращении сведения какие-то информации о том, что твечок, именно поведение на твечок, потому что группы, соответствующие должности и поведение на твечок имеется? Я сейчас не помню точно. Не помню точно. Про какие-то конкретные ситуации, которые досадились на ночь, чувства, чем они были, что твечок в этом обращении? Не помню, не скажу. Скажите, вам, получается, в последующем даже не было известно о том, что у Жанна? Нет. Скажите, Дашмакобитова и Жанна вам знакомы? В каком плане? Ну, вы знаете ли лично? Лично нет. Лично вы не знаете? Ну, как, она сотрудник, допустим. Я иду по коридору, я могу поздороваться с человеком, которого я абсолютно не знаю. Просто знаю, что в лицо она у нас работает. Я, допустим, часто ее, как бы, вот, вижу. Здрасте, здрасте, все. Может быть, с ней также здоровалась. А вот, чтобы знать, что это она, это именно она, ну, не скажу. Лично не знаю? Нет, нет. Матричук, вам, что знакомы? Общались с ней? Ну, она знакома. Мы, если и приобщались, то поработим. Ну, а вы можете ее вот так рассказать? Ну, как человек, возможно, если у вас есть? Ну, как человек, не знаю. Я с ней на личные темы не общалась. По работе могу сказать, что она руководитель среднего и мальчего персонала в отделении. Ну, спокойно, уравновешенная. Если какие-то у нее вопросы возникают, она бывает, что приходит в юридический отдел, спрашивает какие-то моменты. Вот. Ну, как бы, с положительной стороны могу ее охарактеризовать в плане общения. А теперь вы сказали, что первая вопрос, что родилась Матричук, что есть какие-то вопросы. Понятно, что мы, скажем так, видим, дальше говорим в этой вопросе, я не знаю, как-то снимаю этот ответ. Были какие-то замечания, недополнения Матричук, которые с ним не стоят? После того, как она заполнила? Нет. Нет. Скажите, а цель проведения проверки какая-то? Выяснить, значит, действительно ли факты, которые были указаны в обращении гражданина, в действительности. То есть, какие там были указаны вопросы, действительно ли они имеют место в учреждении, в трудовой деятельности, в отношении коллектива между работниками, между работниками, вот, руководителем старшей медицинской сестрой отделения. Скажите, ну, учитывая, что у вас вообще его описано, если он в заключенном, в том числе, как вы указали, с ней какая-то беседа проводилась, наверное, в факту, чтобы выяснить с ними, с ней, 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 с ней? С Олегом Владимировна? Нет. Ну, отдельно, нет, не проводилось. Угу. Вы исследователи договорного давали, то есть, не давшие учреждения, которые для вас по данной проверке, да? А также прислили и за дисками на дисках, да? Да, на дисках передавали. Передавали свои пути, да? Да. Угу. Угу. народы проводились? Ранялись. А что за камеры проводились расскажите? Угу. Угу. » Приезжали несколько человек из департамента здравоохранения МАУ有гры, проводили устные опросы, в том числе, меня опрашивали. Как члена комиссии, вот кто проводил письменный опрос сотрудников. вот это то что я знаю может быть еще какие-то были проверки но я за те моменты вам уже не могу ничего сказать ну вот это анкетирование она тоже как проверка поступившей жалобы не по обращению ну наверно проводилась поднимались по крайней мере по нашей по юридической по юридическому отдела были ли взыскания применены применены к вот погибшей поднимали отдел кадров тоже поднимал информацию привлекалась ли она допустим за участвовали на конфликтных ситуациях вы были ли жалобы на нее я не знаю может быть там наверное проводилась по крайней мере вот за это могу сказать а там что еще как бы я являюсь юрисконсур там юридического отдела и не все документы как бы доводится в обязательном порядке до моего сведения поэтому абсолютно точно вам тут не могу ответить на этот вопрос скажите на 21 года мобеда выше мобеда составлялся ли акт не составлялся не знаю затруднять сказать у вас хотели ведущий юрисконсульт андреяшкина юлия николаевна скажите обращения были вопросы точно формулировок я не помню на момент проведения проверки вам известно было что анонимную задовую составила в нашем контакте был такой вопрос в общем известно ли был что кто-то я сейчас конкретизирую нет мне не было известно кто считал а вам кто-то сообщал в последующем о том кто составил эту анонимную жалобу анонимное обращение в частности что ее составил ташмагометов вам кто-то обоходу нет вы точно думаете что вам никто не будет я вам поясню значит я за этим моментом не отслеживала строго вот то что мне обязано было работодателем я провела свою часть работы остальное но поскольку постольку и если честно я на этом не акцентировал внимание но вы вообще знали что когда-то может быть узнали что вам анонимное обращение но это мог составить и кто угодно вы кому-то вообще сообщали о том что вам кто-то говорил в частности вас допрашивал следователь меня допрашивали в следственном отделе когда вот после случившегося и точную дату я не помню но у лежал было уже прохладно уходили в теплых куртках точную дату я вам скажу говорили о том что анонимную жалобу впоследствии стало известно что анонимную жалобу правила ташмагомбетра вы следуете такое было? я не помню такое не было скажите а каким образом были составлены вопросы в анкете это было в форме тестирования где предлагались варианты ответов либо это в свободном был задан вопрос и в свободном форме который не мог ответить вопросы были разных видов поясню часть вопросов была в виде тестирования то есть был задан вопрос и были предложены ответы да нет не знаю вот а некоторые вопросы были то есть был задан вопрос и было отведено несколько линий просто места чтобы человек собственноручно мог писать информацию которую он знает в ходе проведения этого вопроса от кого-либо из опрашиваемых из числа законного отделения какие-то жалобы претензии вам примерно высказывались? мне нет а вы всегда находились при анкетировании в сексах были? да я поясню бюлельству с чьей или иной стороны остановился по поводу проведения этого анкетирования и по поводу состава по поводу праведения анкетирования недовольство жалоб не было по поводу вопросов тоже жалоб не было просто было несколько так что именно по вопросу знаете ли вы о нарушениях исполнительской дисциплины несколько человек спрашивали, что значит исполнительская дисциплина. Мы им тут же отвечали, что это включает в себя соблюдение режима рабочего времени, то есть опаздывает, не опаздывает человек, выполняет ли он распоряжение от вышестоящего должностного лица. Пояснения давались. Так как анкетирование проходило непосредственно в кабинете начальника отдела кадров, некоторые сотрудники задавали вопросы, то, что касались, там, отпусков чуть-чуть уточнили, там еще что-то, может быть, какие-то моменты. Это была отключенная вот анкета, да? Нет, они эти вопросы уже как бы задавали после того, как они заполнят письменную анкету. Это уже по-своему было? Ну да. Анкеты были анонимными, заполнялись анонимно или человек подписывался? Человек подписывался. Внизу, в конце, после всех вопросов, или в начале, по-моему, в начале указывали фамилия, имя, отчество или инициалы, ответы на поставленные вопросы, и в конце человек просто расписывался. Просто расписывался на фамилию? Нет, фамилия в начале была. Я сейчас не помню точно, не скажу вам. Соответственно, и вы были не помнят, наверное, если содержал. Ну, в общем, то, что я готовила, заключение по проведенной работе, по крайней мере, такого не нашли подтверждения. Вот в части, как, нарушения ознакомления с графиками, да, но тут... Благодарю, что я не прошла своего просмотра. Государственная, здесь есть еще еще один вопрос. А вам Матричу во время проведения анкетирования говорила, что она знает, что написал прощение? Она говорила это не во время анкетирования, а уже, по-моему, там, сколько-то, или день, или два, или три прошло. Она заглянула, что-то она спросила по работе, и, ну, сказала, что... А я, говорит, знаю, кто написал. Ну, и все. А говорила? Нет, она не говорила, кто. Скажите, вам известно, с точным-возитовой колледжа беседы по ростам производились? Из-за этого я не в курсе, не могу вам сказать. Нет, не знаю. Какие-то угрозы ей поступали, а она называется? Не могу сказать, не знаю. Не знаете. А в начале юридического отдела, вы знаете, у вас не беседы? Нет. Не беседы? Могу пояснить. Все три сотрудника юридического отдела, мы находимся в одном кабинете. В одном кабинете? Да. И если бы даже была какая-то беседа, ну, как бы... Было бы превосходно. При вас было. Угу. Ну, в целом, как все большее, ваше честь. Благодаря, пожалуйста, для Кюши. Вопросы не имеют. Представитель? Нет вопросов. Подсидимые? Вопросы нет. Представитель? Выпуск. Благодаря, как вопросов более не поступило. Спасибо, что явились. Можете их сейчас здесь, все ваше доброе завершено. И в обратном положении на заседание, что вы не приближаете. Осталось. Осталось, пожалуйста, посажите. Представитель, я имею в виду, вам слово. Ваша честь, ну, у нас в рождении года, вообще-то, что никто не зашел. Другой ответ, я бы с вами не отложил, я приезжаю до решения о выборе следития. Ну, ладно, это не так, послушайте, не на стороне, пожалуйста. Ваша честь, не на родатайство имеется, другое решение. Вопросы о предложении я прошу истребовать в следственном отделе по городу Сумкут и сканеру хранения честных доказательств, так под документами проведение служебного расследования к факту претензии, которая изъята от просветителя Шевченко. Мы неоднократно следителю задаем вопросы по анкетированию. Как раз эти все документы имеются. Мы хотим их исследовать, ну, и при необходимости, возможно, предъявлять. Пункт шестой. Все, 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 один, 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 один. Пакт с документами проведения служебного расследования к факту претензии к 14-10-ю в 21-м году изъяты в следователь Шевченко в следственном отделе рекламирования общественных доказательств и следственного отдела по городу Сумкуту. Данные документы? Да, верно. Данные документы к материалам дела, на сколько помню, с ними не приобщались, правильно? Не приобщались, они в камере охранения находятся. Ну, я имею в виду в копиях. В копиях? Угу. Благодарю и так, пожалуйста, потерпевшим Ваше мнение. Пожалуйста. Пожалуйста, подсеркнуйте все. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не могу не слышать. Привозвращайтесь. Благодарю и так, соус-счетом мнения сторон, полагает, необходимо входить с представителя, подняк пришел удовлетворить и истребовать бесчастные доказательства, то есть папку с документами отравления и служебное расследование, папку претензий от 14, 50 и 21 года, которые приняты в камере охранения и вещественных доказательств следственного дела по городу Сумкуту. Итак, в судном постановлено ухода суды и тени. Еще что? По отложению, поддерживаем. Поддерживаем. Конечно, Ваше мнение. Поддерживаем. Подседимая. Может быть, наш свидетель понадобится от проведения исследований вещества этого? Следитель достаточно подробно дал показания. Вопросов к данному свидетелю нет, учитывая, что анкетирование было именными, указанными фамилиями, в том числе тех граждан, которых свидетель не поступают. Миня вопросов к Шевченко. Продолжение. Еще раз. Не разрешайте. Вот, или как, кто слушает Министеран, поводает необходимое рассмотрение головного или отложительное более сложное адапт, свидетель действительно свидетельное заседание более не явление. Итак, по дате... У нас дате есть? Одиннадцатого с утра, по-моему, 12. Двенадцатого, одиннадцатого, отменяйтесь. Да, ничего, к сожалению, у нас дежурство, поэтому судебное заседание откладывается на 12 часов, прошу прощения, на 12 апреля 2023 года, на 14 часов 30 минут. Итак, на сегодня судебное заседание объявляется открытом, благодаря. Субтитры создавал DimaTorzok Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Что случилось? Почему журналистов и крестовых нет? А, что? Неинтересно. В смысле? Неинтересно правду показать? Как люди ее крутыми баранами называют? Серега, ты как? Куда? Доскатый мне не открутил? А, нет. А что? Мне не надо, я пешком пойду. У меня тут рядом, до МВД. Все, до свидания. Ага, тебя подождать надо, да? Субтитры сделал DimaTorzok